По телевизору расскажут так, как им нужно, а зомбированные россияне так и будут продолжать всему верить. Как вот, например, эта бабушка. Вы смотрите вообще телевидение? Или вы только смотрите ютуб, где пропаганда одна? А на телевизии нет пропаганды? Нету. Почему? Нету. Молодежь, давайте занимайтесь делом, а не хероси собирайтесь. Спасибо. Анализ и попытки объяснить, почему же нет пропаганды в телевизоре, чуть не довели бабушку до инсульта. А давайте посмотрим, чему же верит бабушка. Вот, к примеру, спич Соловьева о том, что жизнь слишком переоценена. И вообще, все же россияне в рай попадут. Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что не избежать? Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся. Мы же в рай попадем. То есть поэтому смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые тобой решения? Анализируя то, что сказал Соловей, можно понять, что принимать любые решения надо, не боявшись умереть. Казалось бы, философские раздумья. Но без фронта тут никуда. Ну, это так и должно быть. Но на фронте, что интересно, я не могу говорить за всех. Я, конечно, вижу только определенное количество людей. Там настолько четкое понимание, за что они воюют, почему они воюют. И, конечно, это такой реально подъем духа. Но это видно. Не знаю, что он принимает, но пока что на фронте не нашлось ни одного мобика, который бы реально рассказал, для чего он воюет. Вот, к примеру, видео одного российского пленного. Дабы вы поняли, о чем я. Обучать такому ничего не обучали. Все говорили, что сейчас 2-3 дня, 2-3 дня, и вы поедете домой. Ну, я осознавал, что это все неправда, и все, что меня отправят, и там вряд ли все хорошо. Я убегал с 9-го полка. Вот, 5 раз меня находили и возвращали обратно. Многие отказывались, тоже поубегали, но их заставляли. Их в темную заставляли выходить, выезжали, вывозили на позиции, хотели они этого или не хотели. Получается, только в фантазиях Соловьева на фронте все россияне – отважные патриоты.